Обязательство является относительным правоотношением, то есть связывает лишь его стороны, не затрагивая третьи лица. Лишь в исключительных случаях третьи лица могут быть вовлечены в обязательственные правоотношения. Эти случаи подробно регулируются законодательством с целью не нарушить права и интересы как сторон обязательства, так и третьих лиц. Одним из таких исключений является исполнение обязательства третьим лицом. Как правило, обязательство исполняется самим должником, и те случаи, в которых обязательство исполняется третьим лицом, урегулированы в статье 276 Гражданского кодекса. Регулирование статьи 276 Гражданского кодекса довольно запутано, так как пункты 1 и 2 содержат довольно противоречивые подходы. Однако при ближайшем рассмотрении мы можем убедиться в том, что настоящего конфликта не существует. Давайте рассмотрим эти два подхода подробно. Итак, в соответствии с пунктом 1 статьи 276, исполнение обязательства может быть возложено на третье лицо. При этом эта норма ничего не говорит о принятии исполнения кредитором, и тем самым существенно отличается от российского аналога, статьи 313. Российская норма регулирует обязанность принятия исполнения кредитором только в том случае, если подобное исполнение было возложено на третье лицо. Пункт 1 статьи 276 Гражданского кодекса Казахстана всего лишь декларирует возможность возложения исполнения на третье лицо, что является дополнительным подтверждением возможности определять содержание и условия исполнения обязательств, которые непосредственно проистекают из принципа свободы договора. Нормой, регулирующей обязанность кредитора принять исполнение в Гражданском кодексе Республики Казахстан, является пунктом 2 статьи 276, в соответствии с которой кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если из законодательства условия обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательства лично. Эта норма соответствует немецкому регулированию об исполнении обязательств третьим лицом, в соответствии с параграфом 267 Гражданского уложения. Однако, пункт 3 статьи 276 Гражданского кодекса Казахстана указывает на то, что только в случае угрозы утраты имущества третье лицо может удовлетворить требования кредитора без согласия должника. То есть, при толковании от обратного можно прийти к выводу, что во всех остальных случаях требуется согласие должника на исполнение обязательства третьим лицом. Однако, подобное толкование невозможно, так как пункт 1 статьи 276 указывает на то, что исполнение может быть возложено на третье лицо не только соглашением с должником, но и соглашением с кредитором. Таким образом, согласие должника в значении пункта 3 статьи 276 необходимо толковать узко. Так, в немецком праве при определенных условиях должник может выступить против исполнения обязательства третьим лицом. Однако, должен обосновать свой интерес, не допустить исполнения обязательства третьим лицом. Причем этот интерес должен превалировать над интересом кредитора в получении исполнения обязательства от третьего лица. Таким образом, в отличие от права России, в праве Казахстана кредитор, как правило, должен принять исполнение от третьего лица. Исключением являются лишь те случаи, в которых должник обязан исполнить обязательства самостоятельно, либо самостоятельное исполнение проистекает из сущности самого обязательства. Классическими примерами подобных обязательств являются обязательства должника в рамках договора подряда, либо оказания услуг, когда особую ценность имеет исполнение непосредственно этим должником. Например, оказание адвокатских услуг, либо проведение медицинской операции с соответствующим врачом. Важно отметить, что в значении пункта 2 статьи 276 третьим лицом не являются сотрудники должника, либо те люди, которые действуют в его интересах на основании каких-либо договорных отношений. То есть третье лицо должно самостоятельно от своего имени и в своем интересе исполнить обязательство, которое является обязательством должника. Наряду с этим третье лицо должно исполнить обязательство должника, а не свое собственное обязательство. Именно поэтому не будут являться третьими лицами в значении пункта 2 статьи 276 не поручитель, не субсидиарный и не солидарный должник, так как они исполняют свое собственное обязательство. Важно отметить, что третье лицо должно осознавать, что оно исполняет обязательство должника, а не свое собственное. Исполнение, при котором третье лицо не осознавало того, что исполняет обязательство должника, не освобождает должника от обязанности исполнить обязательство. Давайте рассмотрим пример. Ахметов одалживает у Серикова 500 тысяч тенге. Оспанов выступает в качестве поручителя. Ахметов не возвращает долг. Оспанов считает, что он является поручителем и оплачивает сумму долга. Впоследствии оказывается, что договор поручительства был недействительным. Считается ли обязательство Ахметова исполненным? Так как Оспанов считал, что исполняет свое собственное обязательство на основании договора поручения, то у него не было намерения исполнить обязательство Ахметова в значении пункта 2 статьи 276. Вследствие этого обязательство Ахметова не было исполнено. Оспанов может потребовать возврат уплаченной суммы, ссылаясь на недействительность договора поручения. А Сериков может требовать у Ахметова исполнения обязательства. Важно отметить, что кредитор обязан принимать лишь основное исполнение обязательства от третьего лица. Кредитор не обязан принимать от третьего лица суррогаты исполнения, как, например, зачет требований. Статья 370 Гражданского кодекса предусматривает, что обязательство прекращается зачетом встречного однородного требования. Однако, требование третьего лица по отношению к требованию кредитора не может быть встречным, так как они происходят от разных лиц. Встречным требованием по отношению к требованию кредитора будет право требования непосредственно должника. Последствия исполнения обязательства третьим лицом ничем не отличаются от последствий исполнения обязательства непосредственно самим должником. Обязательство прекращает, и кредитор теряет свое право требования по отношению к должнику Важно отметить, что пункт 2 статьи 276 не регулирует правоотношения между должником и третьим лицом, которые возникают впоследствии исполнения обязательства должника третьим лицом Только в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 276, право требования кредитора автоматически переходят к третьему лицу Во всех остальных случаях третье лицо получает право требования по отношению к должнику на основании других норм гражданского права В частности, на основании норм о неосновательном обогащении глава 48 гражданского кодекса и о действиях в чужом интересе без поручения в соответствии с главой 42 гражданского кодекса Подобное регулирование позволяет ограничить риски должника Третье лицо не получает автоматически прав кредитора и тем самым ограничивается возможность недобросовестного использования этих прав третьим лицом Итак, права кредитора автоматически переходят третьему лицу только в случаях, предусмотренных в пункте 3 статьи 276 То есть это случаи, в которых третье лицо сталкивается с опасностью утратить свое право на имущество должника, например, право пользования на основании договора аренды В случае наличия подобной угрозы, права требования кредитора переходят к третьему лицу в соответствии с нормами статей 339-347 гражданского кодекса Таким образом, гражданский кодекс учитывает интерес третьего лица в исполнении и предоставляет ему защищенную правовую позицию Подведем итог Статья 276 гражданского кодекса Казахстана довольно противоречиво регулирует исполнение обязательства третьим лицом Мы пришли к выводу, что кредитор обязан в принципе принять исполнение третьего лица, если иное не предусмотрено законодательством, либо не истекает из сущности обязательства Поручитель, субсидиарные, либо солидарные должники не являются третьими лицами в значении пункта 2 статьи 276, так как они исполняют свое собственное обязательство Недопустимо исполнение обязательства третьим лицом суррогатами исполнения, в особенности с отчетом встречного требования Необходимо отметить, что права требования кредитора переходят к третьему лицу лишь в тех случаях, когда у третьего лица есть защищенный законным интерес, который предусмотрен в пункте 3 статьи 276